Ребятушки, побыли мы здесь в Сопоте. Я вам скажу, это не Паланга, а Сопот есть Сопот. Вот у меня вот такое впечатление. Я тебе сейчас примерно покажу, что я имею в виду. Вот там у нас первая береговая линия, и там реально лакшери отели, которые богато, крутые и так далее. Не тот вид, я понимаю, но они находятся там. Теперь смотри на этот волшебный пирс. Оказывается, это единственный в Европе оригинальный деревянный пирс такой длины. Он не очень гигантский, как я его видел на фото и на видео, но надо обратить внимание, что в нем сваи, все сваи деревянные из лиственницы, и он 100% из дерева. И вот такого пирса нету в Паланге, нету нигде в мире. Что мне еще нравится, отсюда мы упустили эту возможность, вы не упустите, ходит настоящая пиратская галера, и она ходит отсюда в Гданьск. И мы сначала думали, ну мы из Латвии, ну что мы там можем увидеть? А я вам покажу, что мы можем увидеть. Мы поворачиваем камеру. Это Турция, это Кемер, либо что-то из Португалии. Это очень круто выглядит. То есть Сопот, он, как я говорю, все-таки Сопот, у него свой аромат, своя изюминка, свой вкус, и он все-таки ничем не отличим. Отель Шаратон, ребят. Это то, где я хочу провести следующие праздники в следующем году. Будем бронировать, искать акцию скидки, но я хочу именно Шаратон с этим волшебным видом. На то же море, которое у нас в Риге, или у вас в Паланге, или в Юрмале, смотрится немножко по-другому. Вот такой я вам, ребятушки, вид подарю. Гранд-отель Шаратон. Я хочу именно бронировать, чтобы с видом на море на следующий год. Даже не знаю, сколько это стоит. Я хочу быть здесь. В целом, конечно же, море Балтийское, оно все грязненькое, но это хорошее холодное море, и в летний период оно очень хорошо. Не каждому нравится теплое море, кому-то должно и нравиться холодное море, поскольку я из стран Балтии, я из Латвии, из Риги, мне это вполне приемлемо. С этим пирсом меня, к сожалению, ничего не связывает, но он красавчик. В нем прогуляться в белой капитанской кепке, в белых льняных штанишках, на босу-ногу шлепанце и в тельняшке. Это программа-минимум, которую я реализую в следующем сезоне, в следующем году. И если посмотреть на вот эти шедевры, а я строитель, и я понимаю кое-что в архитектуре. И они великолепны. Они реально великолепны. И да, похоже, я в очередной раз влюбился, и у меня теперь новая мечта. Следующий отпуск, на следующая Лига, и я буду проводить его именно здесь. Возможно, и тебя я смотивирую на посещение этого замечательного места. Единственное, давайте пробежимся по ценам. Вы это увидите в отзывах не только у меня. Ребята, слишком дорого для Балтийского региона, но это того стоит. Отель Шаратон, Гранд Отель, и все престижнейшиеся отели Европы, наверное, на берегу, на этом побережье есть. Мы так далеко не ходили, мы вот ту часть не обследовали. Это максимум, куда мы зашли. Мы приехали на один день, и мы обследовали только вот эту часть. Но нам этого уже хватило. Мы не планировали сюда ехать вообще. Так уж получилось, что мы отдыхали на озерах в Миколайке. И у нас было свободные два дня. И мы решили эти два дня подарить Гданску. И мы провели в Гданске, потому что Гданск – это приятный, понятный город. Нам нужно было тематические музеи для наших детей. Мы многодетные семьи, которые путешествуют. И наши путешествия всегда ориентированы на детские эмоции. И вот нам нужно было научно-образовательную программу совместить с отдыхом. Поэтому мы выбрали Гданск. Если ты подписан на меня, кстати, подпишись, поставь лайк, прокомментируй. И там внизу ты увидишь где-то 28 роликов о этом путешествии, о Гданске. И что такое путешествия, которые ориентированы на детские эмоции. А родители кайфуют, когда видят искорки в глазах своих детей. У нас вот только такие путешествия. Вот. Это предисловие было. И мы заскочили в Гданск. И узнали, что рядом с Гданском есть сопот. Видите, может быть, я немножко выгляжу придурковато, но я объясню. Я из Латвии. Вот то, что я здесь вижу, это мне понятно. И мы из Латвии, мы путешествуем по нашим пляжам, по нашим курортам, потому что мы видим разницу в Балтийском море. Например, для испанца это всегда будет одно и то же море. Как для меня все бельгийские замки на одно лицо, как все китайцы на одно лицо. Как я не чувствую разницу между баварскими пиво и французскими вина. Это нюансы, нюансы, которые надо с годами отшлифовывать. Вот именно поэтому я знаю, что вы скажете, если вы не из стран Балтии. Ну, там всю Прибалтику можно проехать за два часа и одно и то же грязное море. Окей, это ваша ментальность, значит. У меня она немножко другая. И я вот как француз эстет, который может отличить год марки вина. Это как голландец, который в сырах разбирается и закрытыми глазами тебе назовет год и марку сыра. То же самое у меня с побережьями. И я ошибочно полагал, что приедет сюда, я увижу все то же самое, что в Паланге. Концептуально, да, все то же самое. Наверняка здесь были все короли, цари и всевозможные человеческие боги здесь отдыхали. Конечно, здесь курорт, грязь и лечебница, это понятно. Разумеется, в центре стоит где-то большой костел. Обязательно будет пирс и куча шезломов. Наверняка есть какая-то национальная еда, типа флячки или журик и так далее. Поэтому концептуально я понимаю, что это все то же самое. И просто еще один пляжик в копилочку, он, наверное, должен был быть таким. Но это совершенно не то. Вот там, ребята, Чехия, там вот Польша, там Франция, а вот там Кемера, Турция. Вот, находясь с этой точки, я вижу и чувствую именно эти локации. И они волшебны. И в следующем году вас ждет мои обзоры этих мест. Это элегантный красавчик Шаратон. Арт нуа. Но Грант тоже такая красивая классика. Знаете, как мы, аристократы, любим такое? У меня есть еще целый год определиться. Я посмотрел ресторан, и поэтому я немножко заколебался. Может быть, все-таки, пускай архитектура остынет, а мы возьмем изысками кулинарии, высокой моды, хорошее вино. Еще будем думать. Выйти из хорошего отеля, ребятушки. Такой вас устроит. Только по чесночку. И поехали. И вот самое то. Но как по мне, так разве это не отдых? Отключенный телефон, немножко хорошего вина. И жизнь заиграет другими красками, ребят. Возвращаемся мы к нашему авто. Идем по той же самой улице. Не буду ее второй раз снимать, чтобы сэкономить ваше свое время. Хочу насладиться не съемкой с телефона, а покайфовать. Подписываемся, ставим лайкосики. Где-то там внизу ссылочка на первую часть, как мы увидели впервые в своей жизни с опытом, и какие у нас были первые впечатления. Но о последних вы уже слышали. Всем пока.